Я живу в этом предвкушении. Мне очень нравится сегодняшний день, мне очень нравится все, что делает Всевышний. Оглядываясь назад, я вижу, что все это время моей жизни была подготовка к сегодняшнему дню. И сегодня я получил ведение от Всевышнего. Получил ведение, какая она церковь. И хочу с вами поделиться, какая же церковь в последних дней. И вы увидите, что она совершенно не похожа на вашу любимую секту. Песня Песней. Лучше всех. Написал Соломон. Шломов. Третья глава. Кто она? Это поют девушки Ярушалайма. Тут Песня Песней. Это спектакль. Это сценарий большого спектакля, в котором есть герои. Он, она, девушки Ярушалайма и другие персонажи. И вот у каждого есть монологи, диалоги. Вот все как сценарий здесь в оригинале написано было Соломоном. Поэтому девушки Ярушалайма поют. Кто она? Из пустыни идущая, словно столбы дыма, окутанная мирой и ладаном, фимиамом из дальних стран. Кто это она? Она не похожа ни на кого. Она идет, окутанная столпом шхины. Присутствие Божие вернется в Ярушалайм. И евреи увидят возвращение славы. И не надо проповедовать евреям и трактат, и раздавать тебе нужен Иисус. Еврею надо увидеть, как опять на горе стоит столб облачный и огненный. Как опять спустилось облако с неба, и оттуда гром и голоса. Евреям надо увидеть то, что они видели на Синае. И так же они это видели в деяниях святых апостолов во второй главе. Сошествие Святого Духа Руаха Кудеш. Вот это то, что увидят евреи. И это не нужны больше проповеди. Они сами придут. Они придут ни к тебе, ни в твою секту. Они придут в славу своего Бога. Потому что выше этого ничего для еврея нет. Кто она? Церковь последнего времени. Из пустыни идущая. Да, мы сегодня были в пустыне. У меня еще воспоминания о пустыне. У меня еще все сухое от жажды. У меня еще... Помню эти все страшные вещи пустыни. Змеи, Скорпиона, всю силу вражью. Бесконечную духовную войну. Предательство. Чего только я в пустыне не насмотрелся за эти 30 лет последних. Ой-вей. Но я выхожу из пустыни. Всевышний меня выводит в свою землю. Никуда-то больше. В свою землю. И я иду не один. Я иду окутанный мирой и ладаном. Я иду как столб дыма. Уже человека в этом столбе не видно. Вы видите еще человека. Но однажды включите трансляцию. А в кресле столб дыма сидит. Такой. А оттуда голос. Я думаю, тогда у нас аудитория поприбавится. Многим заинтересует это, что это за явление. На сайте. Что это такое. Поэтому я хочу стать его церковью. Не только ради того, чтобы вас удивить. Нет. Ради того, чтобы войти в свое предназначение и призвание. Войти в то восстановление, которое он называет церковью. Когда он соберет остаток стада моего из всех стран, возвращу их во дворы, и там они будут и плодиться, и размножаться. И я поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться. Но что самое главное, над ней, над невестой, над церковью будет восстановлено владычество царя. Царь это ее муж, будущий. Она еще только обручена. Она еще только готовит себя к брачному ложе. Она только еще мечтает о брачном ложе. Она мечтает о дне свадьбы. И тут дальше поется так. О, как красиво ты! Это он поет, жених. Ешуа поет в церкви. Как ты красива, родная! Ария твоя, Господи! Как ты красива, родная! Как ты красива! Твои глаза точно голуби, видны сквозь покрывала. Твои волосы, как стадо коз, что сбегают по склонам галаада. Твои зубы отара отборная, что выходит из воды. Миквы! После купания, после омовения в воде. Как близнецы ягнята, попарно ни один не пропал. Как алая тесьма твои губы и язык твой прекрасен. Как половинка граната твоя щека, видна сквозь покрывала. Кстати, гранат, вы знаете, да? Содержит 613 зерен. И он олицетворяет собой закон. Поэтому половинка гранаты и вторая половинка, это есть закон на ее щеках. Он видит, что она исполняет закон. Она ест все 613. В ней они есть уже. И она вошла в это благословение. Тут очень много иносказаний, и пророческого смысла, конечно. Видна сквозь покрывала. То есть, это она всем не показывает. Это видит только он. Мы не хвалимся исполнением закона. И если вы пишете, что я не ем свинину, там, тра-та-та, соблюдаю кашрут, это хвастовство. Не ешь перед Господом, не ешь. Если соблюдаешь все 613, тогда он заметит тебя. А если только одну, две, три, это еще рано. 613. Все, 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 все. Как себя проверить? Зайдите на сайт, гугл, в помощь, наберите 613 законов. И вам список покажут, там, все поименные. И проверьте себя. Ну-ка, я, я что делаю, что не делаю. Ой-вей. Вот тут хорошо себя проверить. И так далее. Итак, она красивая. Она ему нравится. Он влюблен. Она вызывает в нем вожделенные чувства. Быть с ней близким. Близким. Не расставаться. Вот такая церковь последнего времени. А не страшная религия с попами-пьяницами и там педофилией, католиков и так далее. Это не она. Я узнал уже. Это не она. А как я узнал? Я читаю священное писание. Там есть как раз вот параметры церкви. Она голубка моя несравненная. У мамы дочка единственная. У матери ясный свет. Завидев ее, хвалят девушки. Славят царицы с наложницами. Кто она? Опять вопрос. Кто же она? Кто она? Чей взор, как заря. Прекрасная, словно луна. Ясная, словно солнце. Грозная, как полки со знаменами. То есть она не такая, как мы привыкли к зданию с крестами, куполами. Она не такая, где написано молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Нет, 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 нет. Она другая. Она вообще без надписей. Она вообще без принадлежности к этому роду человеческому. Она уже себя отделила для него полностью. Как написано в псалме, забудь дом отца, дом родства, и тогда царь возжелает тебя. То есть пока мы еще живем в своей деноминации, царю мы не интересны. Но как только мы сказали, никого не знаю, кроме еще, хамашиеха, все. Мне не нужно никого, кроме Бога одного. Вот как спели эту песню все куплеты, то он сразу внимание обратит. О, смотри, еще добавился, еще прибавился. Ох, голубка моя несравненная. У мамы дочка единственная. А мама – это святой дух, конечно. У матери ясный свет. Завидев ее, хвалят девушки, подруги, да, десять дев. Хвалят царицы с наложницей. Все будут нас хвалить, славить. Кто же она? Кто, 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 кто? Кто же она такая необыкновенная? Чей взор, как заря. Заря – это так приятно. Прекрасная, словно луна. Ясная, словно солнце. Грозная, как армия под знаменами. Итак, от нежной и любящей по отношению любимого и любимых родных до радикально сильной, смелой по отношению к другим. Поэтому она пылающая, грозная, ясная, прекрасная. И даже тут она сама поет. Ведь люта любовь, словно смерть. Как шеол, ревность жестока. Разит она, как чума. Сжигает, как огненных демонов. Рой. Не погасят любовь воды пучины. Потоки ее не зальют. Кто предложит все деньги свои за любовь. Над тем посмеются и только. Вот какая она. Она лютая. Она лютая. Она огненная. Как смерть она страшная. Как шеол. Она поглощает в себя людей. Вот такая церковь. Она ревнивая очень. До жестокости. Она очень радикальна. Разит, как чума. Сжигает, как огненных демонов. И ее никто не погасит. Никто не остановит. Это не либеральная соплиточивая барышня. Это подобное ему. Подстать. Ешуа. Если он скала, и я скала. Если он всемогущий, и я всемогущая. Если он такой, то и я такая. Муж и жена одно целое. Поэтому, друзья, есть время переосмыслить свою жизнь. Есть время прочитать слух Ефесянам. Четвертую и пятую главу. И сделать причастие. В новом году. С новыми мыслями идем. С новыми желаниями. С новыми друзьями. Друзьями. Конечно, и старые не помешают. Сегодня позвонил один старый друг. Я рад. Я рад. Да, мы бывает расстаемся с кем-то. По какой-то причине. Но что нам мешает опять быть вместе? Если мы чисты перед Всевышним. Поэтому пишет апостол. И учит нас сегодня апостол. Его имя на основании небесного Ярушалаима написано. Это не простой человек, чье имя там в каких-то сайтах мелькает или видео. Это апостол, чье имя высечено на двенадцати основаниях, на которых стоит сам небесный Ярушалаим. Прислушайтесь к его словам. Так вот, я, вставший узником, ради Господа умоляю вас. Живите достойно того призвания, которому вы призваны Всевышним. Будьте всегда скранны и кротки. Терпеливо с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами шалома. Одно тело и один руаха кодеш. Также и одна надежда, которой вы призваны Всевышним Элогим. Один Адонай. Одна вера. Одно погружение Миква. Один Всевышний и Отец Всех. Он над всем, через все и во всем. Но всем нам, каждому в отдельности, был дан особый дар. Его доля в щедром даре Мащеха. Поэтому Тора и Танах говорят, взойдя на вершину, он провел вереницу пленных, он людям дал дары. Но что еще значит взошел? Не то ли, что прежде он и не сходил в самые недра земли. Тот, кто не сходил, не есть ли тот самый, кто взошел выше всех небес, чтобы наполнить собой всю вселенную. И это он даровал кому-то быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками. Чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Ешуаха Мащеха. Пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познании Сына Всевышнего. И встречи с совершенным человеком, с Мащеяхом, образцом совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна. Или пары ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему. Он же Мащеях есть глава. Благодаря Ему сохраняет единение все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение. И все тело растет и созидается любовью. Итак, вот что я говорю. Вот на чем от имени Господа настаиваю. Больше не ведите себя так, как язычники, с их суетным умом. Их рассудок помрачен. Они отчуждены от жизни Всевышнего своим упорным нежеланием познать Его. Ведь они совсем отупели. Став бесчувственными, они отдали себя во власть разнузданных страстей, не зная меры, ни в какой мерзости. А вы совсем не так познали Мащеяха, если, конечно, вы услышали о Нем. Если вы были наставлены Им. Ведь истина... Вас научили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу жизни. Что нужно совлечь с себя ветхого человека, которого губят обманчивые страсти. Обновите свой ум и дух. И облекитесь в нового человека, созданного по образу Всевышнего, в истинной праведности и кадош святости. Поэтому откажитесь от лжи и говорите каждый своему ближнему правду. Ведь мы части одного тела. Даже рассердившись, не допускайте себя до греха. Пусть гнев ваш остынет, прежде чем сядет солнце. Не оставляйте лазейки дьяволу. Кто воровал, пусть больше не ворует, а усердно работает собственными руками, чтобы было чем поделиться с тем, кто в нужде. Пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова. Лишь слова, полезные для назидания, благотворные для слушателей. И не печальте, мама дорогой, печатью которой вы отмечены для нашей полной свободы. Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятий вместе с прочими злыми чувствами. Будьте друг ко другу добрым, сострадательны. Прощайте друг друга, как простил вас Всевышний через Машеяха. Я вас всех прощаю публично, перед Всевышним. Господи, я их всех прощаю. Всех, кто писал комменты тупые и глупые. Всех прощаю, кто дули мне крутил. И всех, кто говорил обо мне плохо, осуждал и так далее. Что бы вы ни делали плохое, я вас простил. И так же прошу у вас прощения. Может быть я вам что-то неудобо варимое всовываю, а вы еще не готовы. Простите меня за эту ревность. Ой-вей, скажите, ой-вей, ой-вей. Ой-вей, ой-вей, ой-вей. Не видят эти в скайпе мои глаза. Очень атакарие. Сейчас покажу вам. Вот, видите? Вот моя чинята. Все, я вас всех простил, крымчане. Можете грешить дальше. Или не можете, как хотите. Это ваш выбор. И вы меня простили, я слышу. Итак, будьте друг другу добры. То есть, как мы будем жить в этом году? Между собой. Это не ко всем относится. Это в теле. Добры, сострадательны. Прощаем будем. И друг друга. Как простил нас Всевышний, так и мы. Одним словом, старайтесь походить на Всевышнего. Ведь вы его любимые дети. Живите в любви. Точно так, как Машия полюбил нас, отдал за нас свою жизнь. Как жертвенное приношение Всевышнему, благоуханное и приятное. То есть, Голгофа, это не место мучений и страданий. Это место, где воскурилось благоуханное и приятное приношение Всевышнему. Посмотрите по-другому уже на Голгофу. Глазами Всевышнего. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу. Так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Всевышнего. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, плейбой по-американски, похабник, хам, хапуга, вот эти вот все коррупционеры, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеют наследия в царстве Ешуа Гамышеха и Всевышнего Бога Юдгей Ваврей. Никому не дайте обмануть себя пустыми словами. Ведь это навлечет на непокорных Божий гнев. Пусть не будет у вас с ними ничего общего. Некогда вы были тьмой, да. А теперь, когда вы с Господом, вы свет. Так живите, как подобается нам света. А плод света – это доброта, справедливость и истина. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме. Наоборот, своей жизнью обличайте их. О делах, которые творятся ими втайне, стыдно даже говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается. А все открытое свету и само есть свет. Поэтому и говорится – спящий проснись, встань из мертвых, Исраэль, и тебя сияет Машиях. Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, А как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, Потому что дни теперь окаянные, так перевели, короткие. Поэтому не будьте бестолковыми, Но умейте понимать, в чем воля Всевышнего. И не напивайтесь вином, от него только распущенность, Но наполняйтесь руаха-худыш. Беседуйте друг с другом словами псалмов, Псалмов, Гимнов И духовных песнопений. Пойте и воспевайте Всевышнего от всего сердца. Всегда и за все благодарите Элогим Юдгей Вавгей нашего отца Во имя Адонай Юдгей Вавгей Шуаха Машияха Как правильно обращаться Подчиняйтесь друг другу Из благоговения перед Машияхом Жены своим мужьям, как Господу, Потому что муж глава жены, Точно так же, как Машия глава церкви Своего тела И он его спаситель Шуах И как церковь подчиняется Машияху, Точно так же и жены Должны во всем подчиняться мужьям. Мужья, любите жен, Как Машиях полюбил церковь. Читайте песню в песне. Он отдал свою жизнь ради нее, Чтобы посвятить ее Всевышнему отцу Своим словом. Он очистил ее, Омыв водой в купальне, Микве, в душе, в ванной, Омойтесь сегодня, осветитесь, Чтобы она предстала перед ним Во всей красе. Ни пятна, ни морщинки, Ни другого изъяна. То есть святая, кадош и непорочная. Так и мужья обязаны любить своих жен, Как свое собственное тело. Кто любит жену, тот любит себя. Еще не было человека, Который ненавидел бы свою плоть. Наоборот, он питает ее и делает, Как Машиях, Церковь питает. Потому что мы части его тела. Его тело. Вот почему оставит человек отца И мать, И соединиться с женой, И станут двое единой плотью. Здесь есть великая тайна. Но я так понимаю, Что слова эти относятся к Машияху и церкви. И вы тоже, каждый из вас, Должен любить своих жен, Как самих себя. И жена. Пусть почитает, уважает мужа. Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, Ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать. Вот первая заповедь, За которой следует обещание. Тогда будет тебе хорошо. И проживешь долгую жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте И наставляйте их, Как велит Адунай. Рабы, повинуйтесь своим земным господам Со страхом и трепетом от всего сердца, Как если бы вы служили Машияху. И не на показ, Как это делают подхалимы, А как рабы Машияха, Исполняющие волю Всевышнего от всей души. И с охотой, Как если бы служили не людям, А Всевышнему. Знаете, что Всевышний вознаградит За всякое доброе дело. Кто бы его не совершил, Раб или свободный. И вы, господа, Относитесь так же к рабам. Оставьте угрозы. Помните, что у них и у вас Один господин Адонай, Элувин, Цеваот, на небеса. А он никому не оказывает предпочтения. И последнее. Укрепляйте себя в единении Всевышним его мощью и силой. Наденьте доспехи Элогим. Тогда вы сможете устоять Перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой Не с людьми из плоти и крови, А с началами, с властями, Со вселенскими повелителями Этого мира тьмы. С духовными силами зла в небесном мире. И поэтому Наденьте доспехи Элогим, Чтобы у вас хватило сил Противостоять им в черный день И выстоять все преодолев. Так стойте неколебимо, Опоясав себе истины, Облегшись в панцирь праведности, Пусть обувью вашей будет готовность Нести радостную весть ошаломия. И кроме того, Крепко держите в руках щит веры. Им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения И меч Духа, То есть Слово Всевышнего. Молитесь всеми молитвами И взывайте Всевышнего Всякое время, Так как вас побуждает Руах Акудеш. А для этого бодрствуйте, Неотступно, усердно прося За весь народ Божий И обо мне молитесь, И обо мне молитесь, Чтобы каждый раз, Когда я заговорю, Всевышний давал мне нужные слова, И я смело открывал тайну Радостной вести. Я ее посол, Даже в цепях. Молитесь, чтобы я смело и открыто Возвещал ее, Исполняя свой долг. Шалом братьям, А также любовь вместе с верой От Всевышнего Отца и Господа Ищуа Гамашеха, Божья благодать, Брахот, Да будет со всеми, Кто любит, Ищуа Гамашеха, Бессмертной любовью. Амин.